Решите уравнение. Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. В левой части 2 умножить на х в степени 2х. В правой части единица. Так как мы решаем это уравнение на множестве действительных чисел, основание показательно-степенной функции должно быть строго больше нуля. Разделим обе части уравнения на 2. В левой части останется х в степени 2х. В правой части получаем 1 вторую. Учитывая, что обе части уравнения строго больше нуля, возведем обе части в степени 1 вторую. Тогда в левой части после возведения степени в степень получаем х в степени х, а в правой части у нас остается 1 вторая в степени 1 вторая. И сразу просматривается корень уравнения. Х должен быть равен 1 второй. Вроде бы все хорошо, но это неверно. Или, если сказать точнее, это неполное решение. Оказывается, это уравнение имеет еще один, причем рациональный корень. Сейчас попробуем это доказать и найти этот второй корень. Возвращаемся к уравнению. И для начала попробуем избавиться от показательно-степенной функции в левой части. Для этого прологарифмируем обе части уравнения по основанию е. Тогда натуральный логарифм левой части 2 умножить на х в степени 2х должен быть равен 0. Обозначим левую часть уравнения некоторой функции f от х. То есть нам нужно будет исследовать уравнение f от х, равное 0 и определить количество его корней. Для начала исследуем функцию f от х на экстремум с помощью производной. То есть нам нужно будет найти производную f' от х от функции натуральный логарифм произведения 2 умножить на х в степени 2х. Логарифм произведения заменим на сумму логарифмов. При этом учитывая, что каждый из множителей строго положителен, получим сумму вида натуральный логарифм 2 плюс натуральный логарифм от функции х в степени 2х. И теперь показатель степени у подлогарифмической функции мы можем вынести за знак логарифма. При этом нужно учитывать, что сама переменная х строго больше 0. А это значит обойдемся без модуля. Производная суммы равна сумме производных. Производная константы равна 0. А производную произведения двух функций распишем по формуле производной произведения. Тогда производную 2х нужно будет умножить на натуральный логарифм х плюс 2х умножаем на производную логарифма х. Получаем 2 логарифма х плюс 2х умножить на единицу деленную на х. То есть окончательно получаем 2 натуральных логарифма х плюс 2. Приравниваем производную к нулю и находим все точки из области определения функции, при которых производная либо равна нулю, либо не существует. Учитывая, что производная определена при всех положительных значениях переменной х, находим только те точки, в которых производная равна нулю. То есть находим только так называемые стационарные точки. И получаем единственное значение переменной х, который должен быть равен е в минус первой степени. Или единица деленная на е. Исследуем эту точку на экстремум. Для этого найдем знак производной слева и справа от стационарной точки. И не забываем, что мы исследуем функцию на ее области определения. То есть от нуля до плюс бесконечности. Берем любую точку слева. Удобно взять единицу деленную на е в квадрате. Подставляем в производную. Получаем два натуральных логарифма от е в минус второй степени плюс 2. Минус 4 плюс 2 минус 2. То есть получаем отрицательное число. А это значит, что в пределах от нуля до единицы деленная на е функция убывает. Справа от стационарной точки. Удобно взять единицу. Тогда производная будет равна двум натуральным логарифмам единицы плюс 2. Получаем 2, а это больше нуля. То есть справа от точки единица деленная на е функция возрастает. А это значит, у нас может быть три случая. Если значение функции в точке 1 делить на е больше нуля, то уравнение не имеет корней. Если значение функции в точке единица деленная на е равно нулю, то тогда уравнение имеет единственный корень. И этот корень будет равен единице деленной на е. И третий случай. Если значение функции в точке единица деленная на е меньше нуля, то тогда учитывая, что при х стремящемся к нулю справа функция принимает положительные значения, уравнение будет иметь два корня. Причем один из этих корней должен будет находиться на промежутке от нуля до единицы деленной на е, то есть слева от точки 1 делить на е. А второй корень должен находиться справа от этой точки. Учитывая, что мы один корень уже нашли и он не равен единице деленной на е, исходное уравнение будет иметь ровно два корня. Число е примерно равно 2,72. То есть первый корень, который мы нашли, равный одной второй, будет больше, чем единица деленная на е. А это значит, он будет находиться справа от этой точки. Попробуем найти второй корень слева от точки единицы деленной на е. Ближайшие к этой точке простейшие рациональные корни будут равны одной третьей и одной четвертой. Подставляем одну треть в исходное уравнение. Не подходит. А вот одна четвертая подходит. То есть значение переменной х, равное одной четвертой, является вторым корнем нашего уравнения. По многочисленным просьбам зрителей сделаем проверку. Первый корень. Это одна вторая. Подставляем в уравнение. Получаем 2 умножить на одну вторую в степени 2 умножить на одну вторую. И все это должно быть равно единице. 2 умножаем на одну вторую в первой степени. И в результате получаем верное равенство. Проверяем второй корень. Одну четвертую. Подставляем в уравнение. Получаем 2 умножить на одну четвертую в степени 2 умножить на одну четвертую. То есть 2 нужно будет умножить на одну четвертую в степени одна вторая. Корень из одной четвертой дает одну вторую. То есть в результате получаем также верное равенство. Пишем ответ. Уравнение имеет два корня. 0,25 и 0,5. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на канал. Задача решена.